Друзья, категорически вас приветствую! Сегодняшнее видео это очередной кофе-мешке. Это цикл видео про новинки декоративной косметики. Я поняла, что я просто физически не могу угнаться за этим безумным палеткой и помадопадом, поэтому буду делать по мере того, как мне подсказывает интуиция, и буду обсуждать лишь то, что привлекло мое внимание. Не обязательно понравилось, не обязательно, что я планирую это купить, просто показалось интересным по тем или иным причинам. И сегодня я перед вами в таком рокерском немножечко обличии. На мне знаменитая помада MAC Cuber. Почему, спросите вы, Кубер, почему же я так безграмотно называю оттенок легендарный, который называется Cyber? А все потому, что у меня с этим связана очень веселая история. А узнать о ней вы можете вот в этом видео, теговое, про мои помады. Ну и сегодня на мне футболка Crossroads, которую я получила лично в дар от Сергея Воронова, от вокалиста этой рок-группы. Вот. Чем я невероятно горжусь, ненавижу футболки с таким вырезом, но это занимает особое место в моем сердце, поэтому сегодня я такая. И давайте начинать. Итак, я двигаюсь традиционно в сторону. Но приступим. Colourpop. Разродились новой коллекцией в коллаборации с Диснеем. Hocus Pocus Collection. Для меня вот эти мультипликационно-телевизионные коллаборации это, знаете, нечто такое из разряда косметики «Маленькая фея». Я понимаю, что это попытка как бы вдохнуть новую свежую струю в какой-то бренд, но для меня это не очень актуально, и мне это не очень близко. А вот вы, пожалуйста, расскажите, как вы к этому относитесь. Лиза Элдридж объявила о запуске своих помад. Причем это не просто помады, это липки, это наборчики. Их 5 разновидностей, и стоят они ни много ни мало 63 доллара каждый. Я, конечно, очень уважаю Лизу. Она невероятно классный мастер, она очень именитая тетенька. Все в ней прекрасно, но что-то вот стоимость как-то кусается. Я бы не стала покупать, но Лиза молодец, конечно же. В Доминик Косметикс выпустили линейку помад и карандашей. Я к Доминик Косметикс испытываю исключительно положительные и теплые чувства, потому что у меня есть их палетка «Berrys and Cream», и это просто великолепнейшее качество за эти деньги. Я уверена, что они идут правильной дорогой, и наверняка вот эти помады и карандаши, это тоже нечто очень интересное. Я буду с нетерпением ждать обзоры и с удовольствием посмотрю, что же про них скажут эксперты бьюти-индустрии. Нарс анонсировали «Matte Air Matte Lip Color». Должны они выйти в октябре, возможно, вероятнее всего, что они уже вышли, но к Нарсу я тоже испытываю нежные чувства, поэтому я с удовольствием бы попробовала. Мне кажется, у них даже провалов нет. Начиная от нетленки румян Нарс Оргазм, заканчивая всем остальным, знаменитые вот эти вот «Rade and Creamy» консилеры, вот это все. В общем, Нарс молодцы, поэтому следим. BH Cosmetics выпустили лимитки, чего там только нет. Разнокалиберные палетки с очень интересными названиями. Можете вот пойти посмотреть, там, в «Тренд Муди» или еще где-то. В общем, BH – это такой бренд, наверное, он стоит на первом где-то месте, или максимум на втором, на третьем. В общем, входит в топ-3 брендов, которые я очень хочу попробовать, потому что что не отзыв, то восторг. И вроде как и стоимость какая-то такая приемлемая. Я бы очень даже хотела бы приобщиться, так сказать, примкнуть к стану любителей этого бренда. Какой-то загадочный бренд, который называется Black Moon Cosmetics, выпустили Urban Myth. Это как бы городской миф, так получается. Меня почему-то пленили эти картинки, хотя, казалось бы, ну ничего особенного. Но вот как-то вот меня очень сильно заинтересовало. Я бы посмотрела. Напишите, пожалуйста, знаете ли вы вообще о существовании такого бренда? Наташенька Динонушка не успела очухаться от запуска Glam, так сразу же опять вывалила на нас новые запуски. И запуски эти состоят из новой мини-палетки Zendo и новой палетки Trio Chrome. Trio Chrome как-то, знаете, попахивает обманом, потому что вот на вот этом, на волне хайпа относительно ее вот этих жидких теней, Chromium, все теперь от нее ждут вот этих вот мультихромов. Это такой некий конь, на которого она торжественно взгромоздилась и теперь на нем везде, значит, разъезжает. Но если посмотреть внимательно на эту палетку Trio Chrome, то вы увидите, что только средний ряд, вот эта вертикаль, представляет из себя именно мультихромные оттенки, а все остальное это матовые, которых и так уже просто хоть чем ешь и просто пруд пруди. В общем, это какой-то такой вот слегка, знаете, как будто бы меня ввели вокруг пальцев. Вот у меня такое ощущение. Мне оно совершенно не нравится, оно мне неприятно. Ну и, в общем-то, Динонушка как-то начинает она вот стрелять этими палетками. Мне кажется, это такой вот экстенсивный путь развития, который не приведет ни к чему хорошему. Как мы помним, закат Анастасии Беверли-Хиллз начинался именно с этого, когда пришла ее доченька Нарвина и начала, значит, обрушивать просто десятками палеток на пользователей. Ну и в итоге что? Можно сказать, бренд сдулся. В общем, они до сих пор вот как бы в тени славы, салтри и прочих модерн-ренессансов, но по сути бренд сдулся. Как бы с Наташенькой того же самого не произошло. Продолжаем наблюдение. Линда Холберг выпустила новые жидкие мультифункциональные помады, которые называются Latex Fever. Я так понимаю, что мультифункциональность состоит в том, что их можно использовать и на глазах тоже, как типа помадки Jeffree Star. И вообще Линду Холберг я уважаю. Мне кажется, там все с качеством в полном порядке, несмотря на то, что я ни разу не пользовалась. Но, в общем-то, с удовольствием наблюдаю за развитием этого бренда. Dragon Beauty. Собственно, Никита Драгун выпустила карандаши для губ и назвала она их никак иначе, как Lip Job. Те, кто владеют английским, наверное, сейчас понимают, почему у меня такое недовольное лицо и такой вот саркастический тон, потому что, ну, это как бы такая игра слов на грани фола. Я ничего не изящного, не оригинального в этом совершенно не вижу. Это какая-то фигня. Вот, мне кажется, такие названия давать, косметики. Ну, я могу смириться с Нарс Оргазм и тенями Джеффри Старкунилингус, вот, но с Lip Job, как бы, ну, что-то смириться я почему-то не могу. Не знаю, почему вот эти вроде как одного порядка названия вызывают у меня какую-то совершенно разную реакцию, но здесь почему-то так. Напишите, пожалуйста, а вам как? Colourpop выпускает New Top Collection. Я считаю, что топовая тема, она просто обалденная. Это такой, знаете, вечно зеленый контент, грубо говоря. Топ, он всегда есть, был и будет. Это самая, наверное, функциональная палитра оттенков. И ребята, мне кажется, вот правильно уловили эту мысль, и я бы попробовала. Maybelline к Хэллоуину расширили свою легендарную линейку Super Stay Matte Ink. Это жидкие матовые помады. И выпустили, ну, как вы уже догадались, раз Хэллоуин, черный оттенок. Вот, пожалуйста, напишите, кто пробовал. Я знаю, что это легенда. Я знаю, что многим нравится. Но вот пробовали ли вы? Черный оттенок, это просто великолепно. Я уже тоже в теговом видео про помады говорила, что я замечательно отношусь к нестандартным оттенкам. И черный, это просто супер. Молодцы, Maybelline. MAC выпускает рождественскую лимитированную коллекцию, которая называется Frosted Firework Holiday Collection. И будет она состоять из помад, блесков для губ и фольгированных теней. MAC я люблю очень, очень уважительно отношусь к этому бренду. Для меня это очень интересно. Пожалуй, я бы раскошелилась. Следующий, это даже запуском не назовешь. J.Lo. Если вы помните, мы добрых месяца два назад, наверное, обсуждали, что J.Lo планирует пополнить свою линейку декоративной косметики, о существовании которой я даже не предполагала. Но, тем не менее, J.Lo сначала заинтриговала. И вот прошло два месяца, и она опять заинтриговала. Знаете, это на что похоже, когда бренд пообещал что-то выпустить, но сроки не выдерживает, категорически не соблюдает, а как бы в напряжении публику держать хочется. И вот они постоянно вбрасывают вот эти нелепые какие-то интригующие фишки. Ну, как бы, J.Lo, выпусти уже хоть что-нибудь. Вот эта вот истина где-то рядом. Скоро мы все разгадаем. Ну, как, ну, надоело, короче говоря. Несерьезно это все. J.Lo, давай, мы ждем. Пэт Маград выпускает свою Celestial Divinity огромную палетку. Есть серьезное предположение, что в связи с тем, что палетка увеличивалась количественно, в стоимости она сильно не увеличилась, при этом она может потерять в качестве. Это совершенно закономерное предположение. Будем следить за этим. Честно говоря, вот эти анонсы Пэт уже где-то вот тут у меня. Я не понимаю, правда, куда столько палеток. Как бы, можно выбрать из новинки, если у тебя никогда ни одной палетки не было вообще. Тогда да, пойди купи себе Пэт. Но когда у тебя уже миллион туфейст, 150 тысяч лаймкраймов и так далее, ну куда, ну не знаю. В общем, все это уже становится неинтересным. И, кстати, не знаю, вот сейчас, когда вы смотрите, вышло ли уже видео промо-лук, где я повторяю промо-луки из этой рекламной кампании Пэт Маград, но продуктами не Пэт Маград. Это цикл видео, который мы замутили совместно с Ксюшей Гевмигрим. Вот ссылка на ее канал. Подписывайтесь. И, соответственно, я просто... Мы с Ксенией пытаемся этими видео показать, что совершенно не обязательно вас скупать миллион палеток. И так все можно сделать тем, что у вас уже есть. Ну и, собственно, поехали дальше. Линда Холберг выпустила новые жидкие тени Интерстеллар. Два новых оттенка. И мне кажется, что не дают покоя лавры Наташи Диноны. Но к Линде Холберг я отношусь более уважительно. Я как-то все-таки больше за такой основательный подход. Мне нравится, когда бренд выпускает редко, но метко. И что-то очень крутое. А когда вот это начинается штамповка, как-то мне это все уже, знаете ли, не нравится и настораживает. Худонька Бьюти выпустила или анонсировала выпуск. В общем, выпускает она новые тональные основы. Я совершенно точно помню, что все обзоры тонов Худа пестрят одним и тем же утверждением, что они отвратительно воняют. То есть все в них круто. Они действительно перекрывают укрывистые. Все очень круто вот для этих инстамакияжей. Но аромат у них, омбре, так сказать, просто невыносимый. Очень будет интересно, прислушалась ли Худа к чаяниям пользователей. Исправила ли она что-то с точки зрения отдушек. Вот будет интересно посмотреть. Если она это не исправила, то она, конечно, полная дура. Вот и нужно ей быть повнимательнее к своим потребителям и как-то все-таки прислушиваться к тому, о чем ее просят люди. Ну что ж, друзья, вот таким получился этот выпуск. Скажите, пожалуйста, как вам вот это все многообразие? Как бы непонятно даже, где все это использовать. Правда, все в масках, вокруг ситуация не самая хорошая. Хотя я слышала о том, что многие даже красят губы под маской, что это все-таки больше не про цвет, а про эмоцию. Ты себя чувствуешь иначе. Если ты надела красивое нежнее белье, даже если его никто не видит. И даже если ты нанесла красивую помаду, ее все равно никто не видит. Ты чувствуешь себя уже совершенно иначе. Ты чувствуешь себя королевой. Как вы считаете? В общем, спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Вот это вот все. И увидимся с вами в новых видео. Пока.